Доступная среда для школьников. В Мурманской коррекционной школе номер один побывали активисты партийных проектов, направленных на формирование условий для обучения детей-инвалидов. Как отметили координаторы проектов, образовательное учреждение уникально в своем роде. В 2006 году на базе Мурманской коррекционной школы номер один был создан Центр обучения детей с ментальными расстройствами. Учреждение стало одним из первых в России. На сегодняшний момент в школе учатся более 200 учеников. Большинство получают образование в общем здании школы на колени на 16. Но те, кто не способен передвигаться самостоятельно и кому необходим постоянный присмотр, посещают специально оснащенный центр, который работает по индивидуальным программам. Доступная среда для школьников. Понимая, что это школа, что это получение образования, это не просто архитектурная доступность. Недостаточно просто выстроить пандусы и сделать какую-то поднимающую систему. Лифты или подъемники. Образовательная среда должна быть в принципе доступна. Это должно быть доступной к пониманию образовательной программы. Это должно быть доступной к пониманию системы преподнесения этого материала. Основная цель учеников получение не академических знаний, а социализация, базовая школьная программа и коррекция поведения, чтобы научиться жить в современном обществе. В этом им помогают квалифицированные педагоги, психологи, логопеды, дефектологи и другие специалисты. На региональном уровне очень много делается именно профильным министерством для того, чтобы своевременно помощь не только была психологического уровня оказана, а в некоторой степени могу сказать, что здесь уже есть задатки начала реабилитации. Здесь есть возможность развития адаптивного спорта. Это настолько многогранное учреждение, которое дает вместе с тем и определенные навыки, определенное образование. И в то же время в регионе, как и во всем мире, имеются проблемы с ранней диагностикой заболеваний этого типа. Родители, основываясь на заключениях врачей, зачастую только в детсадовском возрасте начинают активное лечение недуга у своих детей. Все это должно быть раньше и, соответственно, наверное, может быть и больше будет пользы, и детям будут более здоровыми. Педагоги Центра дифференцированного образования успешно обучают ребят с различными расстройствами. Однокопленный опыт позволил открыть ресурсный центр по сопровождению семей, воспитывающих малышей с особыми потребностями.